В эфире программа День Города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. На дорогах ночные волки. Рязань готовится к празднованию Дня России. Звонок судьбы. Рязанские следователи вышли на след телефонной террористки из Рыбного. Карта пляжного сезона. О том, где купаться сегодня разрешено официально, расскажет специальное интерактивное приложение. В День России 12 июня рязанцев ожидает сразу несколько развлекательных событий. Два последних года массовые праздники проходили в режиме онлайн. И вот, наконец, один из основных праздников страны можно будет отметить, что называется вживую. О нюансах торжественного дня сегодня рассказали на специальной пресс-конференции. По доброй традиции празднование распределят по разным площадкам города. Гимн России и мотопробег с участием клуба «Ночные волки» откроют череду мероприятий возле муниципального культурного центра. Пробег проследует от Площади Победы до Центрального парка культуры и отдыха «Зеленого театра», где и пройдут основные праздничные мероприятия. Это и выступления танцоров, лауреатов «Черного котенка», концерты, фестиваль патриотической песни. В Кремлевском сквере в это время будет проходить фестиваль «Нарядная Рязань», в рамках которого состоится дефиле в народных костюмах. Рязанские коллективы из районов и областного центра будут демонстрировать свои таланты с 10 июня, когда стартуют «Кремлевские вечера». И в этом году лейтмотив мероприятий особенности культуры Рязани и значение ее в истории и общем культурном наследии страны. Нам приедут коллективы, этнографические коллективы, аутентичные коллективы из различных районов Рязанской области. Для того, чтобы продемонстрировать детализационный рязанский костюм, надо сказать, что с точки зрения этнографии Рязанской области есть что показать, есть чем удивить. И с точки зрения изученности Рязанский регион самый богатый в центральном федеральном округе. А на улице Салтыково-Щедрина краеведы и историки будут читать лекции, рассказывать о наличниках как символе деревянного зодчества, коим когда-то славилась Рязань, и проводить экскурсии и мастер-классы. Новая площадка Есенин центр Салтыково-Щедрина 21. Отдельно хочу про это рассказать, потому что ни в каких массовых мероприятиях эта площадка ранее не была использована. А теперь здесь, на этой площадке, будет очень интересная выставка наличников. И экскурсовод расскажет о семантике наличника, то есть о том, какое значение имеет каждый знак в этом наличнике, в этой резьбе. В общем, интересное, какое-то свежее такое культурное мероприятие. Спортивные состязания в честь праздника стартуют на Лыбецком бульваре уже 10 июня. Забеги с ценными призами, турнир по стритболу. А 12 июня в лесопарке пройдет турнир по баскетболу. В разных уголках города людей будут ждать фото зоны, народные игры и хороводы, а также мастер-классы. Подарок горожанам подготовили бесплатные экскурсии. И посещение музеев нужно лишь выбрать интересующее на сайте мэрии и записаться по телефону. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Региональные власти компенсируют малоимущим гражданам затраты на внутреннюю догазификацию участков. Сумма субсидий до 30 тысяч рублей. Такое изменение на правительстве анонсировал временно исполняющий обязанности руководителя региона Павел Молков. Кроме того, речь шла об увеличении скорости движения поездов до Москвы, обновлении уличного освещения в Рязани, а также протесте на строительстве песчаного карьера в Заокском. Участок железной дороги от Рязани до Москвы самый загруженный в России. Как бы это фантастически не звучало, но это данные РЖД. С руководителем компании Олегом Белозеровым, по словам Павла Молкова, разговор получился предметным. Обсудили все накопившиеся вопросы, в том числе и расширение дороги под путепроводом в начале Первомайского шоссе, строительство путепровода на станции Рыбная. Там сегодня по 14 часов в день переезд закрыт, как мне докладывали. И задыхается в том числе и промышленное предприятие, которое там расположено. Обсудили возможности реконструкции вокзала. Конечно, затронули и самые-самые чувствительные вопросы. Это вопрос ускорения прохождения поездов до Москвы. Вопрос с обновлением уличного освещения – прерогатива рязанцев. Окончательное решение за ними. Именно поэтому голосование за выбор проекта продлили до 10 июня. Следующий шаг к установлению обратной связи – публичная реакция Павла Молкова на недавний митинг в Заокском. Там, напомним, местные выступают против строительства песчаного карьера. Люди выражали опасение, что строительство карьера может нарушить экологическую ситуацию в этом районе. И вот мне здесь очевидно, что и органы власти, и профильные структуры не дорабатывают те, кто за это отвечает. То есть диалог отсутствует. Разъяснительная работа не ведется. Поэтому я прошу, не откладывая, завтра выехать на место, выслушать людей, обсудить ситуацию и дать пояснение. Говоря про пояснение, в Рио губернатора, видимо, имел в виду устную форму. К письменной у Павла Молкова есть отдельные претензии. В некоторых серьезных документах от чиновников правительства он обнаружил орфографические ошибки. Для документов такого уровня, как заявил руководитель региона, это просто недопустимо. В Рязанской области обнаружен птичий грипп. Как сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, очаг высокопатогенного гриппа обнаружен в личном подсобном хозяйстве на территории поселка Александроневский Рязанской области. Решение о карантине пока не принято. Управление Россельхознадзора разъясняет, каких правил необходимо придерживаться. Не допускать птиц к открытым водоемам, где останавливается дикая птица. Исключить полностью возможность контакта с дикими птицами. Изолировать хранение кормов в закрытом помещении. Не допускать посторонних. При первых признаках заболевания, аномального поведения птиц и в случаях внезапного массового падежа, необходимо немедленно обратиться в местную ветеринарную службу для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии. Функционал следственного комитета не только убийства, кражи и грабежи. На стол к следователям попало классическое, на первый взгляд, дело – сообщение о минировании. Однако клубочек оказался запутанным. Серия лже-минирования выбралась за пределы региона и добралась до Ростова-на-Дону. На телефон местного автовокзала поступил анонимный звонок. Мол, территория заминирована, принимайте меры. Меры приняли, люди эвакуировали. Но сообщение оказалось ложным. Никаких СВУ не обнаружили. Зато установили личность звонившего. Оказалось, так разыграть ростовчан решила 20-летняя Рыбновчанка. Дело раскрыли всего за пару часов. Органам следствия получена информация с Ростова-на-Дону, которая была подверждена, что данный звонок был осуществлен. Получена информация о причиненном ущербе в результате этого всего. В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу окончено. Последнее предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотрено 207-й Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Следователи выяснили, что жительнице Рыбнова пришло сообщение в одном из мессенджеров. Неизвестный попросил позвонить в Ростов-на-Дону и сообщить о минировании. Разумеется, не бесплатно. Тем более девушке и самой давно хотелось похулиганить. Изменила имя, голос с помощью программы и оставила сообщение о минировании за 800 с лишним километров от родного города. Тот день у нее вообще был особенным. К дикой выходке со звонком она еще добавила криминальный дуплет. Присвоила чужой телефон и похитила деньги. А потом попыталась замести следы. Меры предосторожности, впрочем, не особо ей помогли. Теперь за телефонный звонок жительнице Рыбнова грозит до пяти лет за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Хотелось бы предупредить граждан, которые совершают данные преступления, о том, что безнаказанным это не останется. В любом случае при совершении данного преступления остаются, так скажем, информационные следы, по которым легко вычислить человека, совершившего данное деяние. Сейчас число анонимных звонков в разные регионы о минировании участились. Говорят следователи, в одной только Рязани 7 июня стали поступать сообщения о минировании зданий судов. Все они оказались ложными. В Следственном комитете напомнили, что у всех таких преступлений несколько категорий. Самое тяжкое – за сообщение о минировании госорганов до восьми лет. И как ни пытайся скрыться, все равно найдут. Следы остаются всегда. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязанской области появилась интерактивная карта официальных пляжей. Жители области могут воспользоваться ею для поиска безопасных мест отдыха. Карту в прошлом году разработал Центр управления регионом Рязанской области совместно с Главным управлением МЧС по региону. На ней отображены все оборудованные для купания места. Зеленым цветом отмечены пляжи, которые проверены и допущены к эксплуатации. Оранжевым – пляжи, которые пока проверяются. Но они через какое-то время сменят цвет на зеленый. В начале купального сезона 2022 года карту обновили. Напомним, в этом году в регионе будет функционировать 31 пляж. Все официальные места для купания оборудованы в соответствии с требованиями. На них организовано дежурство спасателей и медицинских работников. 8 июня годовщина подразделения технического надзора госавтоинспекции. Появился он в 37-м, через год после создания самого ГАИ. Как проходит техосмотр сейчас, расскажем далее. Еще 80 лет назад ни о каком боксе со смотровой ямой никто и не думал. Буханки и копейки осматривали чисто визуально, загоняя их при этом на эстакаду. Талоны о прохождении ТО стали выдавать только в 74-м. Водители со стажем еще помнят такие. Их нужно было прикрепить в правом нижнем углу ветрового стекла. В конце 20-го века к техосмотру добавились и средства диагностики. Следующий важный этап развития службы подразделения – изменения 2012 года. Они оставили за госавтоинспекцией функцию контроля за техническим состоянием и организации техосмотра автомобилей. Сегодня техосмотр начинается с фотографии. Качественное изображение с читаемыми номерами будет в базе минимум 5 лет. Дальше – общий осмотр. Эксперт под четким контролем сотрудника подразделения технадзора проверяет целостность шины, дисков, выхлоп, шум, работу габаритов и многое другое. С начала этого года уже проверено несколько сотен автобусов. В настоящий момент сотрудниками технического надзора госавтоинспекции осуществляется надзор за проведением технического осмотра транспортных средств. Только в областном центре за 5 месяцев текущего года было проведено 809 технических осмотров автобусов, в ходе которых вынесено 184 заключения о несоответствии с транспортных средств обязательным требованием безопасности. Нарушения были, но по ним составлены административные материалы. Каждый такой листок – минус одно ДТП. Сохраненное здоровье или даже спасенная жизнь. Поэтому улучшается и техническая оснащенность подразделения, и методическое обеспечение. Прогресс сам устанавливает правила. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова